Прошу прощения за небольшую задержку. Прошу технические детали при старте работы нашего вещания. У нас с вами первая лекция, который я читал уже в девятый раз. Первая лекция первого из двух курсов по языку программирования Python, который так и называется язык программирования Python. Это кафедральный курс кафедры СВК плюс спецкурс для любых вообще людей факультета, университета, кого угодно. Вопрос только в том, как вам с вами оформить ведомость, если вы того хотите. Он же идет в прямой трансляцию в ютубчике, и лекции потом выкладываются в ютубчик, в том числе в поправленном смортированном виде присутствующий здесь. Виталий занимается монтажом, обмазкой, выкидыванием моих блеяний из текста. Все это оплачивается компанией Базальт-Испо немножко. Да, значит, сейчас мы зайдем на план сегодняшней лекции и поговорим дальше. Вот, значит, сначала давайте чуть-чуть познакомимся. Меня зовут Георгий, полное имя Георгий Владимирович Курячий. Я сотрудник лаборатории программного обеспечения или программного оборудования, или обеспечения учительного процесса, не помню. В общем, в какой-то лаборатории учебно-вспомогательной факультета, работаю в которой, наверное, много лет, 35, так, наверное, больше. В общем, много работаю в этой лаборатории с момента поступления в университет. Я читаю несколько спецкурсов и кафедральных курсов на факультете, посвященных Python и Linux. И основное мое место работы – это компания Базальт-Испо. Я член сообщества Alt-Linux Steam, достаточно такой прокачанный. Основное место работы – это компания Базальт-Испо, которая занимается российским дистрибутивом Linux, известным в прошлом как Alt-Linux. Компания Базальт-Испо потихонечку принимает участие также и в наших с вами встречах, потому что оплачиваются, скажем, съемки и так далее. Вот, значит, Python я заинтересовался довольно давно, примерно во время появления третьего Python, но тогда это еще был второй. Вот. Об этом я еще расскажу, про свои личные предпочтения. Что еще про меня надо знать? Ну, остальное, знаете, по ходу, если очень захочется. Давайте мы познакомимся еще с вами. Я не буду спрашивать, здесь присутствующих, слышал ли кто про язык программирования Python, потому что это будет издевательство. Давайте мы лучше спросим по-другому. Кто из вас хотя бы чуть-чуть программировал на Python? Давай, помашите ручками. Окей, а теперь помашите ручками те, кто из вас считает, что он знает Python, то есть на достаточном уровне, чтобы там, например, работать программистом на Python. Ну вот, значит, целью наших встреч не является, чтобы вы понимали, доведение ваших знаний в Python до продажного уровня, ни в коем случае. Скорее наоборот. Вот, идея этого курса стоит в том, что, если сейчас залезть в интернет эти ваши, то вы увидите, что, значит, курсов по Python пруд-пруди, просто только мясорубки еще не научились обучать Python, вот. Но они бывают примерно двух видов. Python за 24 часа, мы сейчас вам объясним, значит, что такое переменная, что такое цикл, что такое объекты, что такое то, что такое и все, и вы начнете вообще мудро писать, вот. Туда же относится Python для датсатанистов. Вот вы сейчас открываете Юпитер, копипастите сюда вот такую формулу, такую формулу, и у вас все получается само, значит, смотрите, какие графики. Вот. А другая часть – это, значит, там, не знаю, особенности декораторов в Django при использовании такого-то вот фрейморка. Ну вот, почему-то мало кому из окружающего нам информационного пространства пришло в голову, что Python, прежде всего, это очень остроумный, удобный язык программирования, который достаточно чутко следует современным тенденциям развития языков программирования. Об этом тоже будет разговор. Вот. И в действительности моя задача, ну, мега простая, я хочу рассказать про Python как про язык программирования, который иллюстрирует собой вот все, что нам нужно от языка программирования знать. Да? Вот. В том числе довольно такие модные новые штучки, которые там, вот, например, недавно появились в C++, да, в Java еще и не появились. А в Python уже давно есть. Вот. В действительности, да, Python для нормальных, курс под названием Python для нормальных, на свете существует, это всего лишь документация по Python, потому что в документации по Python содержится такая штука, как Tutorial. Вот. Если вы достаточно продвинутый программист, ну, знаете, там, окей, просто считаете себя программистом, знаете, два языка программирования, или даже один, вот, но нормально, знаете, то вы просто читаете the Python Tutorial, прощелкиваете все примеры, которые встречаете на своем пути, прям вот вообще все, вот, и под конец на вас находят нечто вроде инлайн-плента, потому что, в принципе, как бы все остальное вы прочтете в самой документации, подробности вы узнаете потом, если захотите, вот. По крайней мере, я в своей жизни знакомился с Python именно так, у меня были неприятности, меня бросила любимая девушка, я 10 суток изучал Python, ключевое слово суток, вот, после чего, ну, как в Матрице, теперь ты знаешь кунг-фу, ну, я, конечно, глубоко ошибался, это было не так, но, еще раз, the Python Tutorial, это очень хорошее чтиво, оно достаточно легкое, оно достаточно обширно обхватывает все, что по базе в Python нужно знать, и, как бы, наши с вами встречи здесь будут всего лишь продолжением этого тюториала в какие-то такие более сложные места, которые требуют более подробного объяснения, ну, или более интересные мне, скажем так. Вот. Плюс, наверное, стоит все-таки прямо сейчас вспомнить, что для меня Python произвел очень благоприятное впечатление, до этого, до 2003 года, у меня был любимым языком программирования C, я все писал на C, вот. Главный недостаток, когда пишешь на C, нужно соблюдать очень жесткую дисциплину, там, шаг право, шаг влево, и у тебя начинаются какие-то коридампы непонятно с чего, вот. Вот, жесткая дисциплина, это, конечно, очень здорово, если вы в ней умеете. А еще на C очень такой, он такой много-много-много писать, на нем много-много писать, да, вот, он слишком низкого уровня. Вот, я делал заходы на несколько языков программирования, там, Перл тогдашний, что еще там было, какой-нибудь Ада какая-нибудь, ну, Ада, не Ада, ну, в общем, Тесель какой-нибудь, в общем, делал заходы на разные языки программирования, мне все это не нравилось. А потом внезапно я встретился с Питоном, и выяснилось, что, несмотря на свою высокоуровневость, ну, прям вот вязчую, да, это интерпретатор со всеми пирожками, с динамической объектной моделью, вот, он очень, способ думать на Питоне, очень похож на способ думать на оси. Вот. Не случайно Гвина, автор, основной автор, значит, Гвина Вадронсов, основной автор Питона, и это очень-очень хороший программист на оси, и если вы хотите, например, научиться, так вот, не то чтобы промышленно, но уверенно программировать на оси как программист, да, а не как вот экспериментатор, то, в общем, читайте ту часть Питона, которую написал Гвида, за нее я просто ручаюсь, да, вот эта документация, например, показывает, как соблюдать строгую дисциплину программирования на оси, и при этом, ну, не особо страдать. Вот. Это, собственно, как писать расширение для Питона на оси, поясно си опи, референс. Почитайте. Там, правда, очень все грамотно, лаконично и без излишнего издевательства над программистом. Надо сказать, что Гвида, помимо того, что он хороший, да не просто хороший, дальновидный программист, он заложил в Питон такое количество инструментов, которые до сих пор воспринимаются как новые, что и сделал это там несколько десятков лет назад, там парочку, возможно, троечку. Вот. Он еще и очень неплохой комьюнити-менеджер. Это для свободных проектов очень важный момент, что человек, который состоит, как бы считается наиболее влиятельным, наиболее уважаемым в профессиональном плане, обязан быть еще и обладать скилами комьюнити-менеджмента, еще и уметь управляться с свободным сообществом, которое тусуется вокруг разголовного проекта. Вот. Разработка Питона устроена следующим образом. Есть специальный интерфейс, называемый PEV, Python Enhancement Proposal. Это некий комплект документов, очень простой, который вы должны заполнить, отослать в нужное место, кажется, чуть ли не в список рассылки по почте, в сообщество Python, и ваше предложение будет принято к рассмотрению. В этом предложении вы должны описать постановку задачи, какая, собственно, нет, сначала проблему, которую вы собираетесь решить, то есть, что вы видите нерешенного, какие трудности с Питоном людей ожидают, потом вы описываете постановку задачи, то есть, уже предлагаете решение этой проблемы таким-то способом, потом описываете реализацию, вот, и мотивируете, почему именно так следует решать эту задачу, а не иначе. Дальше вы это все ставите на голосование, дальше люди обсуждают, приходят какие-то еще люди из сообщества, говорят, ну, вы такую фигню написали, посмотрите, как у вас все плохо получится в тех-то или иных случаях, вот, или она говорит, вот, я поддерживаю, действительно, очень хорошее начинание, вот, и в конце концов, когда разговоры о том, как именно должно выглядеть ваше расширение для Питона, и как именно должно быть реализовано заканчиваться, этот ПЕП приобретает официальный статус, он входит в результат вашей работы, входит в следующий ревиз Питона, все, вот, ну, как бы, все, вот, значит, таким способом язык развивается уже, там, 24, 25, без малого лет, вот, история его развития драматична, потому что довольно долго, довольно долго Гвида был так называемым беневалент диктатор for life, BFDL, великодушным пожизненным диктатором, то есть, некой персоной в сообществе, которая не злоупотребляет, безусловно, своим реноме, своим, как это называется, положением, да, потому что положения, собственно, никакого нет, единственное положение стоит в том, что если люди в рассылках, значит, по поводу какого-то, какой-то проблемы, например, по поводу принятия или отвержения некоторого Пепа, вступили в лютой дискуссию, то в какой-то момент он говорит, о, мы, значит, сейчас не придем ни к какому соглашению, мы взываем к нашему диктатору, вот как он скажет, так и будет. Приходит Гвида, повторяю, человек достаточно дальновидный, и говорит, нет, это изменение ломает наш принцип читаемости, или да, это очень хорошее изменение, давайте его принимать. И те, кто, та половина людей, которая, значит, была против решения диктатора, она соглашается, потому что так договориться, вот это БФД, БДФЛ. Мы с вами дойдем до того момента, переломного, в который Гвида, этим самым БДФЛ, диктатором быть перестал, вот, очевидно, можно догадаться, как это произошло, по поводу какого-то из очередных несогласий, он высказал свое мнение, но люди продолжили дискуссию, и как это, принесли свои аргументы, чтобы эту дискуссию успокоить, вот, Гвида сказал, о, смотрите, вы сами справляетесь, вам больше не нужен диктатор, я пошел на пенсию, буду, значит, там, где-нибудь скромно подрабатывать, вот, где он скромно подрабатывает, сейчас тоже поговорим, ну, вот, ну, тем не менее, он, безусловно, входит в так называемый steering committee, то есть, люди, которые, значит, рулят питоном, но там уже не один Гвида, а там, пять или семь человек, такой, значит, такая директория, стало быть, вот, которые там, внутри себя договариваются, и они, вот эти steering committee, принимают ответственные решения, но, повторюсь, эти ответственные решения нужны только тогда, когда все остальные договориться не могут, если все остальные договариваются, они говорят, о, у вас все получается, хотите, делайте, так вообще устроено свободное сообщество, вот, Гвида, кстати, мы не посмотрели в лицо этому честному человеку, вот это Гвида, а это пиво, вот, а это, видимо, гугл, какой-то старенький, такой уже не молодой товарищ, 56-го года рождения, то есть, кажется, будто вот такой, значит, быстро развивающийся язык программирования, в который каждый, не знаю, там, полгода вливают кучу всяких фич, должен развивать какой-то, значит, молодой, энергичный чувак, ну, вот он, значит, видимо, умудрился так всех заразить, что, да, вот, а сам он, сам он, сам он, давайте посмотрим на его гитхаб, чем он занимается, он, разумеется, принимает активнейшее участие в разработке питона, судя по всему, был в отпуске недавно, вот, летом, вот этот какой-то проект непонятный, в котором он тоже явно, микрософтский, в котором принимает участие, да, работал он сейчас в микрософте, вот, и у меня есть подозрение, над чем он работает в микрософте, для того, чтобы узнать, над чем он работает в микрософте, давайте посмотрим, что у него там в блоге творится, вот есть, значит, блок Гвида, один называется неопитоник, и вот этот неопитоник он практически не пишет, последняя запись 22-го года, разумная совершенно запись относительно того, значит, как управляться семафорами в движке осенков. А есть еще один блок, который называется The MyPay-блок, и вот в него довольно регулярно поступают всевозможные, всевозможные разговоры о том, как развивается проект MyPay, а проект MyPay, если кто не знает, это проект введения статической типизации в питон, об этом у нас будет разговор в той части, которая, достаточно подробный, в той части, которая относится к магистерскому курсу, вот, про магистерский курс я сейчас тоже скажу, я забыл про него сказать сначала. Ну вот, то есть, по всей вероятности, Гвида сейчас работает на Microsoft, развивая эту самую статическую типизацию для того, чтобы можно было на питоне делать большие, сверхбольшие проекты с очень жесткими дисциплинами разработки, вот, видимо, Microsoft слегка подзабил на свой дотнет, вот, по крайней мере, или не подзабил, а хочет так вот подстраховаться и сделать еще одну платформу, на которую тоже можно много разрабатывать, а также он опасается Microsoft, видимо, опасается, значит, со стороны Java, что там будет, придется иметь с ним много слишком дел. Такие дела, вот, я забыл сказать, здравствуйте еще раз, я забыл сказать, что этот курс является не только, значит, не только бакалавским и обязательным курсом на кафедре СВК, этот курс в его извозе, его можно сдать как магистерский, вот, но для того, чтобы сдать его как магистерский, вам нужно будет, помимо основных лекций, которые происходят по вторникам, еще сходить на три лекции дополнительных глав и сдать еще домашние задания по дополнительным главам. Вот. Такие дела. Если кто-то у вас уже имеет оценку по курсу бакалаврскому, то ее можно подтвердить, сдавши на эту оценку, на эту же оценку только дополнительные главы, если вы хотите повышать эту оценку, то вы сдаете, ну, не со всеми, понятное дело, вы должны подтвердить вашу квалификацию. То же самое относится к тем из вас, кто считает, что он язык, в общем-то, уже знает, ну, прекрасно, значит, тем проще вам будет решить задачки. Отчетом по данному курсу является не экзамен, а своевременное решение домашних заданий. К каждой лекции будут домашние задания на и-джадже. Вот. Если у кого-то, значит, при слове и-джадж пробежал такой мерзкий холодок по спине, то нет, наш и-джадж несколько полегче устроен, чем тот, от которого у вас холодок. Потому что всегда можно спросить о том, как именно устроен тест, почему по этому тесту, значит, почему по этому тесту у вас не проходит программа, почему у вас не проходит программа, скажем, по тайм-лимиту или по ресурс-лимиту. Вот. И вам за это ничего не будет относительно в том смысле, что задачка условно стоит 100 баллов, а за каждую попытку дается минус 1 балл. Единственная к вам просьба, имейте в виду, что на 43 задачки у нас 250 попыток. Если вы их истратите, потому что решали домашние задания с помощью парковки на слух, вот, то сами себе злобную буратино делать так не надо. Ну, то есть вы сначала решите, убедитесь в том, что с вашей точки зрения решение правильно, а потом только его посылаете, да. А вот посылать решение, потом менять плюс на минус и снова посылать решение, это плохая идея. Ну вот, значит, курс может быть оформлен и как магистерский. Такие дела. Возвращаемся к нашему разговору. Так, 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 так. Чем характерен питончик как язык программирования? Во-первых, это интерпретатор. Из этого следует довольно много, довольно много всякого. в частности, как у большинства интерпретаторов, типизация в питоне и формирование пространства имен в питоне динамическое. То есть, вот этот проект MyPy, про который мы говорили, это такой прям мощный проект про то, чтобы вот очень сильно отступиться от этой идеи. Но в основном в нашем курсе мы будем придерживаться именно этой идеи, потому что она дико упрощает динамическая типизация и динамическое формирование пространства имен, дико упрощает решение домашних заданий. Вот кто программировал на питоне, а тут все поднимали руку, что они на нем программировали, тот знает, что программа на Си получается раза в 4 длиннее, чем программа на питоне. А если подумать на питоне, можно даже и в 6 раз меньше сделать. То есть, очень емкий язык, очень большое количество умолчаний, в том числе, вот эта самая неявная, неявная, строгая типизация. Но типизация в питоне строгая. Это называется штука ducktyping, утиная типизация. Почему она называется утиная? Потому что если вы считаете, что утка это то, что крякает и плавает, значит, все, что крякает и плавает, это утка, независимо от того, что она еще умеет делать, может, она еще стреляет, выделяет отравляющие газы или наоборот показывает мультфильмы, но если она крякает и плавает и это соответствует определению утки, значит, это утка. В языках программирования ducktyping, это переводится на русский как неявная типизация динамическая, вот, это значит, что тип вашего объекта опознается просто по тому количеству методов, которые он предоставляет. Вот, есть определенное, значит, сложение у метода, будем складывать, нет сложения, скажем, нет у вас сложения, есть у объекта метод сложения с объектом другого типа, будем складывать, попытались сложить, получили исключение, не будем складывать, ну, такая вот простая штука, которая, повторяю, упрощает решение маленьких задач и средненьких, вот. Тем не менее, эта типизация строгая, потому что никаких, вообще никаких подковерных преобразований типов, в отличие, скажем, от C++, в питоне нет. Есть метод, который работает с двумя объектами, который способен их складывать, будет работать, нет в этом, не будет работать, а вот поискать пространство имен, а вдруг можно этот объект сконвертировать в другой тип, а там уж он сложится, вот такой штуки в питоне нет как у вас. Поэтому в этом смысле он очень простой, там нету скрытых, скрытого искусственного мозга. Все, что мы знаем про питон, это и есть то, как он работает. Мы, я думаю, в этом еще убедимся в ближайшее время. Вот, значит, да, я специально вставил отдельно, что опциональная статическая типизация через проект MyPay существует, это удобно для больших разработок, это удобно для корпоративных разработок, ну, понятно. Но она в стороне от питона, это отдельный проект, никакие никакие инструменты типизации на питоновский код напрямую не влияют от слова вообще. Динамическая объектная модель, я даже когда-то в незапамятные времена написал половину скетча про то, как устроены классы в питоне, вот, мы это целиком мы этот скетч читать не будем, но когда дойдем до объектной модели, объектного планирования, мы его посмотрим. Мне очень нравится, как устроена объектная модель в питоне, потому что она абсолютно естественна, мы с вами увидим, что все эти заумные термины, что там наследование, модульность, пульморфизм, инкапсуляция и еще инстракция, да, совершенно справедливо. Все это в случае питона абсолютно на пальцах превращается в совершенно конкретные понятия, совершенно конкретные действия, вот, это тоже очень здорово, за это я его люблю. Вот, главный, конечно, фишка питона это синтаксический сахар, то есть, вот, первое время его изучения у меня было такое непрекращающее чувство, что вот трудился я, трудился, писал я на этом, там силен, не знаю, паскалей, даже си плюс-плюс, много-много кода, а тут пришел Гвид, это раз и все, на питончике это одним, одним, значит, тем самым, каким-то волшебным путем делается, какой-нибудь там, не знаю, работа со списками совершенно такая вот радужная, вот это вот все. К самому питону, к дистрибутиву питона предлагается где-то порядка 250 встроенных модулей прикладных для разработки приложений, но есть также сайт под названием Python Packages Index на котором на сегодняшний день 566 391 проект работающий, то есть вот эти более полмиллиона проекта это такие проекты, про которые их авторы удосужились зарегистрироваться, выложить ссылку на репозиторий, выложить ссылку на устанавливаемый пакет, вот, да, у этих пакетов 6 миллионов релизов, вот, что важно, давайте чуть-чуть забежим, да, кстати, обратите внимание, знаете на что, когда я сегодня с утра, кажется, нет, вчера вечером план лекции писал, этих пакетов было 566 202 вот, понятное дело, что там 80% того, что туда выкладывается, это такие однодневки, которые люди просто публикуют, но, в отличие от гитхаба, это однодневка, которую все-таки люди захотели опубликовать, то есть они рассчитывали на то, что можно будет этот пакет потом ставить, то есть он где-то хотя бы один раз применялся в бою, такие дела, МББ, это мы забежали вперед, поговорили про Пайпай, давайте тогда поговорим про него дальше, еще одним важным достоинством питона, которое имело смысл озвучивать еще несколько лет назад, ну скажем так, 20 лет назад точно имело смысл озвучивать, а сейчас вроде бы как эта штука по умолчанию, это свободное лицензирование, питон как интерпретатор распространяется под свободной лицензией, давайте мы посмотрим, что такое свободная лицензия, вот, прямо в Википедии, вот он наш Ричард Мэттьюс Толман, автор собственно термина, вот, это всякие другие деятели, авторы тоже разных, более сложных терминов, но давайте я скажу по-простому вслед за Столманом, свободная лицензия, это такие условия распространения в данном случае софта, при котором вам дается 4 права, право использовать этот софт, право изучать его и вносить в него изменения, право распространять его и право распространять его в измененном виде, никаких ограничений на эти 4 права не накладываются, что хотите, то и делать. Вот это свободная лицензия, питон распространяется именно под такой лицензией, что хотите, то и делать. Я вам больше всего скажу, вот эти полмиллиона проектов тоже распространяются в абсолютно подавляющем большинстве именно под свободной лицензией. Давайте посмотрим. Вот есть такая графа под названием лицензия. Их тут много десятков, но обратите внимание, большая часть из них объединена в пункт под названием оси approved, open source initiative approved. Это все свободные лицензии, если мы по их поищем, тут скажем, знаете, больше 10 тысяч мы не считали. Поэтому я в точности не знаю, сколько их там, но давайте ради прикола посмотрим, сколько несвободных лицензий, то есть сколько проектов по заведомым несвободным лицензиям выкладывается на PayPay. Тут вот прям внизу есть пунктик другие пропоритарные лицензии. Вот из полмиллиона 6 тысяч. Какие-то ограничения на использование. Если мы начнем смотреть какие-то другие лицензии, там, не знаю, только для домашнего использования или for non-commercial, там будет еще более жиденько. Free for non-commercial use. Я вангую, что тут будет порядка 500. Все остальное это софт распространяемый, который вы можете скачивать, изучать, модифицировать, распространять модифицированные версии. То есть использовать в бою в своей работе абсолютно невозбранно. Поэтому, как мы будем говорить в следующем семестре на курсе разработки на питоне, разработка на современных языках программирует начинается с чего? С гугла и гитхаба. Вы сначала смотрите ваши задачи, кто и сколько раз уже решал. Вот думать, что вашу задачу никто еще ни разу не решал, это мания величия. Решали. Возможно, неудобным для вас способом, или неприемлемым для вас стилем, или еще что-то. Но вы сначала гуглите, а потом пишите. Так нынче создаются сон. Питон этому абсолютно полностью соответствует. Если чуть-чуть про историю Питона вспомнить, Питон был написан гвида по следам абсолютно учебного детсадовского языка АБЦ. вот этот язык АБЦ был создан там, где-то там у них в Голландии заморожен, его разработка была заморожена, а Гвинт сказал, я сейчас напишу свой красивый, хороший, и в 1994 году еще он написал вот Питон 1.0, я видел компьютерные игры, написанные на Питоне 1.0, какая-то испанская, значит, игродельная контора делала разнообразные игры, то есть там логика на Питоне, а быстродействие, всякие вот быстродействующие штуки на естественно Си там плюс плюс. Вот. В 2000 году все-таки это был не третий, а второй Питон, который я осваивал. В 2000 году вышел 2.0 Питон, он уже был вполне взрослый язык, в нем все, что надо, все, что всякие вот странные косяки были уничтожены, а примерно в 2008, ну, окей, в 2008 году вышел Питон 3.0, на котором мы с вами программируем Питон 3.0. Сразу скажу, возможно, есть еще среди нас люди, которые думают, что это один и тот же язык, нет, они синтаксически несовместимы, вот, раньше даже считал скрипт, который с грехом пополам мог конвертировать из 2.0 в 3.0, но в общем нет. С другой стороны, Питон 2.0 уже не поддерживается много лет, поэтому, как бы, можно считать, что его и не было, это такая история, глубокая. Так что мы с вами программируем на третье. Вот. Значит, зачем вам нужен Питон? Ну, вопрос глупый, конечно, но из моих слов, наверное, стоит сделать вывод, что я почитаю Питон достаточно удобным для обучения, причем как на самом низком уровне, так и вполне современном технологии, в силу именно того, что для каждых конкретных задач там можно взять очень компактный такой кусочек, вот, туда заглянуть и не париться. Вот. очень частое использование Питона как языкосклейки, когда у вас есть, ну, девопсик используют, короче, у вас есть куча всяких сервисов, надо по-быстрому что-то такое наваять, чтобы эти сервисы друг с другом взаимодействовали, и желательно, чтобы это еще работало на нескольких операционных системах примерно похожим образом. Питон незаменим. Значит, еще один, вот, самый любимый лично мною сегмент применения Питона это одно одноразовое программирование запрограммирования называется запусти и выбрось. Вам нужно какую-то решить задачку и у вас есть, собственно, два выхода. открываете проект, на этом проекте что-то делаете, его каждый день, значит, дотачиваете, пишете документацию, потом запускаете и вы понимаете, что вы эту задачу больше никогда решать не будете. Это хорошо работает тогда, когда у вас социальные чувства хорошо развиты и вы понимаете, что кроме вас есть еще куча людей, которые тоже хотят решать эту задачу, вы создаете комьюнити, вы вместе пилите этот проект и даже если вы уже больше такие задачи не решаете, тем не менее, вы как специалист в нем участвуетесь. Но чаще всего бывает нужно по-быстрому что-то написать, желательно, чтобы коды было вот столько, запустите, выбросите. Python, как емкий язык программирования, отлично подходит под это. Более того, после некоторого некоторого количества практики вот это вот столько может даже да вот столько вырастить. Но все равно вы это делаете фактически фактически на питоне переформулируете постановку задачи не думая почти ничего, просто вот переводится с одной языка на другой. Запускаете, оно работает, вы это все вырастите. Так, меня тут спрашивают, буду ли я освещать такую тему как паттерное проектирование. Нет, не буду, у нас по объектному планированию всего три лекции и предполагается, что вы краем уха слышали про паттерное проектирование. А целиком вот такую объектную парадигму излагать, это в общем целый курс нужен. Поэтому нет, не будет. Это нас тут спрашивают в ютубчиках. Что еще? Обратите внимание, я не перешел к основному собственно назначению питона просто написание программ. Я говорю про такие вот области, в которых можно идти дальше. Макетирование. Вы пишете проект на питоне, потом выясняете, где в нем скажем по производительности узкие места, переписывайте это местно на си. Как я уже говорил, бэкенды сишные к питону это просто норма. Их очень много, они пишутся очень легко. И раскатать проект на питоне, а потом местами там, где вам нужно очень быстро работать, переписать на си, в общем, это вполне такая применимая практика. Отдельная тема это специальные предметные области, поскольку язык быстрый, и в смысле быстрый, в смысле написания кода, то вот если поглядеть вот сюда, не по лицензии, сейчас, секунду, надо ее сбросить, а по топику. Сбросить ее надо, говорю. Вот. По топику. вы увидите, что этих топиков, то есть областей применения, в общем, много. Вот. Практически на любую предметную область найдется какое-то количество уже готовых решений среди этих самых питонных модулей, и какое-то количество сообществ, которые этим занимаются, и которым можно задать вопрос, предложить развиваться дальше, вложить свой собственную, кусочек своего собственного труда, и так далее. Вот. После изобретения майпай и статической депутатизации большие и даже сверхбольшие программные комплексы тоже можно писать на питоне. Отдельная тема это питон и непрограммисты. вот раньше пальму первенства безграмотных кодеров, которые фигачат какой-то код и не очень понимают, что такое программирование, держал PHP уверенно. Сейчас эту пальму перехватывает, разумеется, питончик. Вот. Хотим мы того или нет. Вот это вот питон за 24 часа этому только потворствует. Ну, не знаю, что там PHP, а у питона есть два объективных достоинства, которые привели к такому финалу. Во-первых, огромное количество вот это, огромное количество готовых решений в непрограммистских применных областях. Человек где-то что-то слышал про программирование, он взял питончик, наваял какой-то скрипт путем копипасты там, частично из интернета, может быть, даже он умный и знает, что такое stack overflow. И этот скрипт заработал, потому что он маленький, это питон. Вот. Такого рода поделий бесконечно много, и это язык очень сильно придает популярность, потому что, ну вот, я сам лично несколько раз участвовал в обучении питончикам психологов, философов, геологов. Кто-то еще был третий. Нет, все, психологи, геологи и философы. С переменным успехом. Ну и, конечно, модная жареная тема, которой мы касаться не будем, это machine learning, чат ГПТ, вот вся вот эта вот, вся вот эта вот хрень, вот, связанная с data analysis, data satanism, вот, вспомнил правильное название. Вот, значит, data satanism мы касаться не будем, но питон вот в руках этих людей выступает такой инженерный инструмент. Вот раньше эти инженеры брали в руки калькулятор, у них был справочник значит Корна, где все формулы, а слева значит калькулятор, они значит эти формулы из Корна выписывали, потому что они были образованные инженеры, они знали, какие формулы выписывать. И у них получалось решение задачи. Теперь Корн остался, а вместо калькулятора питон, он же гораздо удобнее. Только не питон, а Юпитер, Юпитер, вместо калькулятора. И у вас, значит, вот такой вот текст, научные статьи, в которой то, значит, формулы, то текст, то вообще какие-то графики. Потом говорят, вот выполни этот кусочек, этот кусочек выполняется, график нарисовался. Вот научная деятельность вообще говоря не программиста. Когда я людей спрашивал, почему вы используете, почему вы используете, зачем вам нужен Юпитер, почему вы используете, мне на голубом совершенно глазу отвечали, ну вот когда ты пишешь в Юпитер, ты просто пишешь эти самые сниппеты, вот эти, они работают. А если бы без него надо же было писать функции, вот, совершенно честно говорят мне люди. Потому что они относятся к языку программирования не как к инструменту разработки программного продукта, а как к такому умному калькулятору. Вот, значит, вот эти две темы в наше и без того большое сообщество таким широким потоком приглашают всевозможных непрограммистов, просьба их не унижать, это хорошие люди, они просто, ну, по-другому думают, у них другая профессия. Так, теперь относительно того, чем мы с вами будем делать в ближайшее время. как я уже говорил, я уже в девятый раз читаю этот курс на факультете, мне, в общем, не то, чтобы надоело, но иногда я буду забывать, объяснял ли я что-то или не объяснял, или это было три года назад. Вот, следите, пожалуйста, внимательно, если вы подумали, что вам чего-то непонятно, обязательно спрашивайте. Я забыл сказать, но, видимо, сейчас самое время сказать, в нашей аудитории разрешается разговаривать. Единственное условие разговаривать не тише, чем я. Вас должно быть слышно хорошо. Смысл этого требования такой, ну, наверное, если вы что-то говорите, это какая-то мысль умная, пришедшая вам в голову, или, наоборот, вы чего-то не понимаете. Это надо озвучить так, чтобы все это слышали, и мы с вами на эту тему немножко поговорим. Разговаривать можно. Вот, поскольку пока нас много надо поднимать руки, конечно, иначе это будет такой нестройный хор, но, в принципе, не возбраняется. Да, значит, вот это материал прошлого года. Давайте посмотрим вот так одним глазом, что мы там проходили. Сначала питончик условно вот прям базовый, как с ним работать в командной строке, условные циклы, цикл со счетчиком, ну, не со счетчиком, циклы с итератором, функции замыкания, числа и строки, множество словарей, итераторы, всякие, уже теперь итераторы самостоятельно заданные. Дальше объектная модель, наследование исключения и специфика питона, слоты, дескрипторы. Декораторы до кучи, потому что декоракторы не имеют отношения к объектной модели. Дальше немножко отдыхаем от объектной залмы, говорим, файлы, потоки, кодировки, вот это все. Дальше возвращаемся к объектной залме мета-классы. Мета-классы такие классы, экземпляром которым являются классы. Вот. Довольно интересная штука в питоне. Дальше отдельная тема про осинкового, потому что осинкового вошел просто вот очень такой решительный поступил вот за последние десятилетия в питон. и дальше всякие интересные фишки типа сопоставления шаблона. Казалось бы, оператор кейс в питоне, что в нем может быть такого сложного, почему его объяснять в конце семестра, мы увидим, почему его можно объяснить только в конце семестра. В общем, там не так все просто. Вот такой у нас план на этот семестр. Вот. Я постараюсь в каждой лекции рассказывать не только базу, но и какие-нибудь фишки. Для тех из вас, которые считают, что в этом месте они питон знают и которым скучно слушать про, не знаю, цикл вайл. Вот. Я обещаю, что фишки будут. Что еще? Значит, наши с вами лекции, как вы уже видите, записываются на видео, еще при этом транслируются в ютубчике. Вот. Поэтому посещение необязательное. Вы можете смотреть их дома. Но у меня есть два на этот счет замечания. Замечание первое и это забота, так сказать, о вашем комфорте. Есть такая карма, бэд-карма студенческая. Вот я пропустил лекцию, но ничего посмотрю в записи. Я и вторую тоже пропустил, но ничего, посмотрю в записи две. Ну ничего, в конце семестра посмотрю, 24 часа в записи. Нет. Так не работает. Да? Очень легко просидеть на пофе и как это, а потом не успеть. Для того, чтобы эта карма работала меньше, по каждой нашей лекции будут даваться практически домашние задания в Еджадж, которые надо решить за неделю. Оценка такая. Решили в течение недели 100% баллов, на следующую неделю 50% баллов, все остальное время 25% баллов. Человек, который приходит в конце семестра и решает абсолютно все задачи, не получает ничего по результату. Можно не приходить. Вот. Это сделано ровно для того, чтобы люди, которые, значит, все-все-все пропинали, а потом пришли, как бы, не надеялись на то, что у нас с вами здесь это можно сделать. Вот. Поэтому я сразу говорю, пожалуйста, укладывайтесь в дедлайны. Дедлайн это не догма, а руководство к действию. Если произошло что-то, например, я облажался при формулировке задачи и выяснил это через три дня. Вполне резонно попросить меня подвинуть дедлайн на три дня и все это будет работать так, как будет работать. То есть со мной всегда можно договориться в этом плане. вот. Но вот я сказал, для чего нужны дедлайны, для того, чтобы мы не свалить в конец. Вот. И вторая просьба. По возможности ходите сюда. Мне вот очень жалко, что никто не помахал ручками на предмет того, что он знает, питон вот прям знает, потому что вообще-то вот если у вас есть какие-то на этот счет знания, опыт, умения, особенно если вы видите, что они как это входят в противоречие с тем, что говорится на лекции или дополняют. Или вы наоборот задаете вопрос, вам что-то непонятно из того, что я сказал. Очень было бы неплохо, чтобы эта информация возникла в момент лекции. Особенно это касается вопросов. Это я за счет отдельное отступление сейчас сделаю. Если вы что-то не понимаете, это не вы такой глупый, это скорее всего сказано настолько невнятно. И вокруг вас еще сидят люди, которые тоже чего-то не понимают. И вопрос только в том, кто из них меньше стесняется и все-таки задаст вопрос. Шемить никого за это не будут, а вот пользу товарищам, заставив лектора повторить более внятно то, что он сказал невнятно, вы принесете. Для этой цели, а также для вообще обсуждения всего, что связано с нашим курсом, у нас есть чатик в телеграммке, вот он, прямо с сайта идет, который, в котором мы обсуждаем вообще все вопросы по теме, ну там есть несколько тредов на разные темы, есть еще соплеменный чат для флуда отдельный, мы там обсуждаем все, что не по теме, вот, и у меня есть принцип, не пишите мне в личку, если можете написать в общий чат, по той же самой причине. Вас интересует вопрос, почему вы думаете, что он интересует только вас? Скорее всего, интересует еще там, там примерно тысячи человек, еще пару десятков человек. Такие дела. Вот. Так что основное общение у нас в этой группе в телеграмм, значит, прогресс выполнения домашних заданий делается роботом. Интернеты, проинтернетитесь, пожалуйста. Ну, когда по интернету мы увидим вот, что я еще не сказал. Да, ссылка для входной Эджаж, тут есть, прямо вот она. О, в доступе отказано, это как? А, контент с 1-164, я что-то не оттуда скопипастил, давайте попробуем. А, так это и курс 21 года. Что-то у нас интернеты плохие. Интернеты, вернитесь, я хотел бы, хотел бы, вот здесь вот должно быть 276, что ли? Нет, это практику. Ну, короче, вот сейчас у нас прогрузятся интернеты. Интересно, как же, как же, опять не работает, опять не работает ДНС, между прочим. Восьмой, да? ДНС факультетский не работает, он так делает, иногда. Having trouble finding that site. Ну, прям вообще. А, ну вот, 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 вход в E-Jage, вот регистрация, 278 курс, все. Во, заработал. Значит, сегодняшним домашним заданием, кстати, будет зарегистрироваться в E-Jage, те, кто не зарегистрировался, там свободная, свободная, открытая регистрация, и решить домашнее задание, это кто такой? А, это 21-й год. Давайте 24-й посмотрим, там должен быть один человек, я. пользователю, я знаю, пользователю, который ходил, не дали право чтения, но я дам право чтения, ладно. Это все, да, вот такие вещи все утрясаются в чатике, понятное дело, довольно легко их будет решить. Так, 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 ну, собственно, все, сегодняшняя задача зарегистрироваться в E-Jage, зарегистрироваться в E-Jage и решить задачку, которую выводит Hello World. Это не для того нужно, чтобы я убедился, что вы умеете написать на питоне Hello World, а для того, чтобы составить список людей, которые зарегистрировались на мой спецкурс. Вот. И это касается и тех людей, у которых это не спецкурс, а обязательно, и потому что, когда ко мне приходит кафедра со словами «А ну-ка, покажите список зарегистрировавшихся студентов», я им сначала говорю, не кафедра, а учебная часть, я им сначала говорю, дорогая учебная часть, вообще-то, вы же сами издали циркуляр, что студенты должны сначала зарегистрироваться у вас, и у вас эти списки должны быть, это я к вам должен за них приходить. Но нет, они говорят, мы так не умеем, вот. Я тогда иду на E-Jage и просто делаю, всех зарегистрировавшихся. Кстати, большой, большая просьба, когда будете регистрироваться, обязательно введите, введите туда имя, фамилию, группу, и если вы не с нашего факультета, то еще факультет, вуз, вот это все. Потому что, вот это будет, из этого будет формироваться список для отчета в учебной части. Такие дела. Это все, это было домашнее задание на сегодня. Вот. В отличие от всех других домашних заданий, его можно выполнять чуть дольше, потому что у нас есть еще магистры, которые имеют печальное обыкновение присоединяться к нам в конце сентября. Я не знаю почему. Вот так бывает. Они все хором говорят, наш магистратур, магистратура магистрская наша нам сказала только сейчас, что нужны спецкурсы. Вот. Ну, да. В принципе, в принципе, я, кажется, сказал все, что хотел. Давайте посмотрим, что у нас было в плане. В плане, в общем, как бы и все. В плане, как бы и все. Ну вот. Что еще можно сказать? А, да. Ну, помимо, значит, регистрации, есть еще задача, если у кого-то вдруг питон не стоит, запустить его. Вот. В этом семестре мы никак не будем обращать внимание на то, в чем вы ведете разработку. Даже если у вас ничего нет подходящего, вместе с питоном всегда ставится редактор под названием IDLE, с которым можно вполне иметь дело. Если вы пользуетесь всякими пучармами или там еще чем-то таким, пользуетесь на здоровье, в этом семестре они вам не помешают, в следующем помешают. Я в следующем семестре буду, когда у которых разработка приложений, буду настаивать на том, чтобы все этапы именно разработки приложений происходили не автоматически по кнопкам соответствующих IDLE, а ручками с помощью запуска соответствующих инструментов. Поэтому в этом смысле пучарм может помешать. Вот. Если, кажется, я сказал все, давайте теперь вы задавайте вопросы, наконец. Безрянница, какая версия питона? Значит, у меня есть неприятная привычка пользоваться последней версией питона. В частности, потому что это дает мне возможность немножко рассказать того, что я не рассказывал в прошлом году. Вот. Поэтому лучше 3.12. Когда там 3.13 выходит? Ну, он еще не вышел. Вот. Кстати, если кто не видел, давайте, раз уж у нас есть время, глянем просто на то, как выглядит чнижлок. Двух соседних версий питона. Как установить новую версию более прежнего проекта? Нет, конечно. Я именно про то, как выглядит чнижлок, как развивается питон. К сожалению, тот факт, как установить более новую версию вместо той, которая у вас есть, сильно зависит от операционной системы. Вот. К моему совершенному прискорбию, хуже всех в этом плане почему-то себя проявляет убунт. Особенно, если это ЛТС. Там какой-то питон вот просто замшелый. И не замшелый туда пробить. Очень тяжело. Есть какие-то странные репозитории под названием Dead Snakes, которые вы должны, значит, подключить к этой убунте. И там внезапно вырастает два разных питона, которые друг с другом еще интерферируют. В общем, страх и ужас. Вот. Так что, так что для некоторых из вас домашнее задание, значит, добейтесь работоспособности последней версии питона окажется не самым простым. Вот. Вот что есть зло, смотрите. Две минорных версии 3.11 минус 3.12 Да? Принят ПЕП. Много ПЕПов. Этот ПЕП про статическую типизацию. И этот ПЕП совершенно офигительный. Он про то, что теперь форматные строки помните в питоне F, кавычки, форматные строки являются частью синтексиса питона. Раньше вызывалась некая функция, которая их там жевала, теперь их парсит парсер. Это произошло потому, что в питоне несколько лет назад выбросили классический двухуровневый анализатор. Ну, сначала делится поток на лексемы, а потом лексемы там или R1, не помню какой, и сделали ПЕП. ПЕП, там лексемы зависит от контекста. Это значит, что вы внезапно можете одни и те же куски кода интерпретировать в зависимости от того, в каких контекстах они встречаются по-разному. И тут им фишкой поперло. Они сделали этот мачкейс, который не похож на классический питон. И до них дошло, что можно и в стринге тоже прямо вот этим самым базовым парсером парсить. Вот. Такая, вот может быть, кого-то это не впечатало, впечатляет, но это очень серьезная новость. Питон все эти годы был однопоточным языком с единственным глобал интерпретатором лог, то есть если вы написали даже многотрейдовое приложение, то все треды стоят, один работает. Теперь на каждый интерпретатор отдельный тред. То есть у вас реально появляется какой-то шаг вперед, они хотят избавиться от гила вообще, но появился какой-то шаг вперед, у вас как минимум несколько потоков может работать, если у вас несколько интерпретатор запущено. Вот. Это про ломпак-мониторинг, это про подглядывание в то, что творится внутри питона без резкого снижения производительности. Очень много работает сейчас на то, чтобы перевести на нормальный язык сообщение об ошибках. Вот. Ну, дальше всякая мелочь. Вот. И очень много, видите, это все разница между двумя соседними версиями, которые выходят раз в год. Так что питон очень буйно развивается. Это была тема, которую я почему-то случайно решил затронуться. Еще вопрос. Ну, окей, тогда, значит, нашу вводную лекцию, видимо, надо считать законченной. Вот. Мы с вами встречаемся через неделю. Пожалуйста, приходите сами. А, да, еще вопрос. Можете рассказать про антикогиад? Вот, если вот когда мы общаемся, стараемся вместе в выполнении, вот, если у вас там что вот просто вместе мы задумываем этот алгоритм и вот нас заболит. Вы знали или вы просто так спросили? Значит, я даже сделал целый доклад на эту тему. Вот. Значит, решение задач на EJARG охраняется, как это, проверяется специальным инструментом по антикогиаду, который я сам же и написал, вот эта статья на эту тему. Вот. Если коротко ваше решение превращается в синтактическое, абстрактное синтактическое дерево, оттуда удаляются все идентификаторы, после чего сравнивается структура. Соответственно, переформатирование, переименование переменных и даже перестановка местами линей независимых операторов распознается этой штукой довольно быстро. копипастер. Если задачка слишком простая и алгоритм очевиден, или он объяснялся на лекции, то, скорее всего, половина здесь присутствующих окажутся, по мнению робота, списавшими друг у друга. Такие решения, то есть, такие кластеры задач, где таких вот копипастеров слишком много, я просто автоматически оформляю как непроверяемый на копипасту. Если пятна на луне или на солнце и там, не знаю, неощутимые флюиды в воздухе привели к тому, что два человека случайно написали код, который действительно очень похож и его значит проверка копипасты определяет как копипасту, это не обвинение вас в плагиате, это просто такое мнение робота. Вы всегда можете обратиться лично ко мне со словами нет, я ничего общего с этим товарищем не имею, давайте разберемся. По результатам разборки есть три варианта финиша. Финиш номер один выясняется, что действительно я как живой человек, глядя на этот код, понимаю, что наверное все-таки он не является копипастой, несмотря на то, что структура одинаковая и обоим людям оценка повышается до той, которую они заслужили. Финиш номер два. Я смотрю на это и вижу, что в действительности человек пытается меня обмануть. Давайте посмотрим на какой-нибудь результат, чтобы было понятно, насколько он такой же. Вот. Ой, там формула не сработала. А что у тебя? А, сработало. Там какой-нибудь личный нужно... Вот эти два человека не решились сказать, что они эту задачу решили не вместе. А вот эти два человека почти наверняка имеют право сказать, смотрите, тут четыре строки, абсолютно очевидный алгоритм, чего ко мне пристали. Вот. Вот такие дела. Ну, налицо переименований переменных, как оно и есть. Вот. Короче говоря, практика показывает, чтобы не было так обидно, что, во-первых, я не отношусь к этому, как... Да, вариант номер три недоказуемо. Мы не можем проверить, специально вы или нет. Отнеситесь к этому. Если это вообще никак не влияет на финальную оценку, не считайте, что вас в чем-то обвиняют. Вот. Ну, вот робот посчитал, что это две похожие, там сохраняется ваш один балл. Да, по умолчанию один балл все-таки выставляется из четырех. А если копипаста доказана, то он превращается в ноль баллов. Ну, вот. Примерно так все это устроено. Я всегда иду навстречу, я не готов никого прям вот, значит, гнобить и обвинять в том, что они, значит, меня пытаются обмануть. Вот. Практика показывает, что у тех людей, у которых совпадение случайное, вероятность, что оно будет два раза за семестр, очень низкое. А те, которые, значит, коллективно решают свои задачки, там вероятность совсем другая. Вот. Как-то так. Я ответил на вопрос про копипасту. Вот, вот. Исходный код доступен, если что, проверки копипасты. Он, правда, в моем немножко вязком стиле написан. Я сам иногда путаюсь в нем. Но, в принципе, вот. Так, ну что ж, еще вопрос. Окей, да. Смотрите, для нашего курса сейчас практически без разницы. Потому что мы изучаем язык. Чего не надо изучать. И это эти самые чат-гптшные ассистенты, которые за вас пишут код. Потому что это они будут изучать питон, а не вы. Да? А вот так, ну-ка, ну, пишите, в чем хотите. Просто, когда в следующем семестре мы будем заниматься разработкой, там нужно будет руками запускать инструменты. Да, очень красиво, что в платном отеке с подсветкой. В другой разе. Я пользуюсь Vimum, если что. Последние 30 лет. Вот. Еще вопрос. По операционной системе без разницы Linux, Windows? Как вы видите, у меня везде Linux. Соответственно, вопросы по Linux будут, как это, на них буду я отвечать с большим знанием. Вот. Буквально вчера я пытался готовиться к лекциям с Windows машины. Запускаешь гид из командной строки, работает. Запускаешь гид из скрипта, не работает, не читает конфиг файл. Я убился, я не смог понять, почему он так делает. Вот. Поэтому с Windows все сложнее. Но. Никаких предпочтений в операционных систем я не делал. Вот. Как хотите, так и работайте. Просто по Linux мне проще ответить. Как это. Ну, и... Я уверен в нем себя чувствую. Еще вопрос. Так, я... Ага. Пожалуйста, а если мне могли сочетать, скульптенация на зубы оценку или за счет или за счет за счет за этот курс? Значит, о, забыл сказать. На всех моих курсах зачет это оценка хорошо и выше. Вот. Значит, практика, когда зачет ставится за оценку удовлетворительно, мне не нравится. Могу объяснить, почему. Представьте себе, что вы пришли устраиваться, трудоустраиваться на какую-то работу, и у вас спрашивают, а что у вас было за питончик? И вы такие. Зачет. Вот. Что касается конвертации оценок в зачет и обратно, договоритесь в своей учебной части, мне вообще, говоря, все равно. еще вопросы? А то я каждый раз набираю воздух, чтобы попрощаться, и находится смелый, вот. Вопрос по оценке. Да. каким образом они выставляют выставляют? Посмотрите за прошлый год. У вас есть количество решенных задач, количество штрафов за просрок, и мнение этого самого робота относительно копипасты. Потом все это складывается, делится, выводится процент. Критерии будут примерно те же самые? Что? Критерии будут примерно те же самые, за исключением магистров. В прошлом году система оценивания магистров была запущена впервые, и меня уломали на то, что я в конце семестра сбросил дедлайны, и магистры счастливо свои вот эти 12 задач делали уже прям в сессию, и все-все сделали. В этом году такого не будет. В этом году дедлайны по магистрским заданиям тоже будут. Ну что ж, тогда всем спасибо, встретимся через неделю, и через неделю у нас уже довольно интересный разговор про командный Виндс Бридар командной строки.